Здравствуйте, ребята! Тема урока «Числовые равенства и их свойства». Сегодня мы будем работать с числовыми равенствами, научимся определять верные и неверные числовые равенства, а также познакомимся со свойствами числовых равенств и научимся применять их при выполнении заданий. Повторим изученный вами ранее материал, необходимый для изучения темы сегодняшнего урока. В первом выражении, первым действием, находим частные чисел 36 и 6. Затем результат умножаем на 8, получаем 48. Во втором выражении, первым действием, находим значение выражения в скобках. 49 минус 6 – 43. Вторым действием 86 делим на 43, получаем 2. В третьем выражении, первым действием, находим произведение чисел 30 и 3. Затем от 100 отнимаем 90, получаем 10. Я уверена, что вы справились с заданием. Ребята, числовые равенства – это равенство, в обеих частях которого находятся числа или числовые выражения. Числовые равенства могут быть верными и неверными. Верное числовое равенство – это такое равенство, обе части которого обозначают одно и то же число. Рассмотрим примеры. Найдем значение выражения в левой части равенства. Найдем значение разности в скобках. Получаем минус 63. Затем находим частное определение числа минус 63 на 7. Получаем минус 9. Таким образом, мы доказали, что данное числовое равенство верное. Следующий пример. Упрощаем выражение. 8 минус 15. Получаем минус 7. Таким образом, мы доказали, что данное числовое равенство неверное. Сегодня мы с вами также познакомимся со свойствами числовых равенств. Предлагаю вам вывести их самостоятельно. Рассмотрим верное числовое равенство. Прибавьте к обеим частям этого равенства числа 8 и минус 2. Получаем верное числовое равенство. Теперь прибавим число минус 2. Снова получаем верное числовое равенство. Таким образом, если к обеим частям верного числового равенства прибавить одно и то же число, то получим верное числовое равенство. Теперь попробуем умножить обе части верного числового равенства на одно и то же число. Сначала умножим обе части на число 3. Используя распределительное свойство умножения, раскроем скобки. Упростим. Затем попробуем умножить обе части на число минус 5. Снова раскрываем скобки и упрощаем. У нас снова получились верные числовые равенства. Запишем второе свойство верных числовых равенств. Если обе части верного числового равенства умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю, то получим верное числовое равенство. Третье свойство верных числовых равенств. Если выражение А равно выражению В, А, В, в свою очередь, С, то выражения А и С равны. Приведем в пример следующие верные числовые равенства. Так как значения суммы чисел 15 и 6 равны значению произведения чисел 7 и 3, а произведение чисел 7 и 3, в свою очередь, равно разности чисел 25 и 4, то сумма чисел 15 и 6 равна разности чисел 25 и 4. Четвертое свойство. Если почленно сложить два верных числовых равенства, то получим верное числовое равенство. Проверим. Складываем отдельно левые и правые части следующих верных числовых равенств. Проверим полученное числовое равенство. Итак, мы с вами доказали, что при почленном сложении двух верных числовых равенств мы получаем верное числовое равенство. И пятое свойство верных числовых равенств. Если почленно умножить два верных числовых равенства, то получим верное числовое равенство. Проверим истинность Умножим отдельно левые и правые части в следующих верных числовых равенств Проверим полученное числовое равенство Мы доказали, что при подчленном умножении двух верных числовых равенств получается верное числовое равенство Ответьте на вопросы для проверки усвоения нового материала Какие арифметические действия можно выполнять с двумя верными числовыми равенствами? Почленно складывать и почленно умножать Второй вопрос Какие арифметические действия можно выполнять с левой и правой частями верного числового равенства? Прибавлять одно и то же число Умножать или делить на одно и то же число Закрепим изученный материал, выполнив следующее задание Задание номер один Из данных числовых равенств выберите верные числовые равенства Здесь вы можете поставить видео на паузу Выполнить задание, а затем проверить свои ответы Задание номер два Если значение выражения А равно частному разности чисел 16 и 2 И разности чисел 1,5 и 3,5 А также значение выражения А и В равны Найдите числовое выражение, соответствующее В Здесь вы снова можете поставить видео на паузу Для того, чтобы выполнить задание Найдем значение данного в условии выражения Проверим каждый из вариантов ответов Укажем верный ответ и запишем его Задание номер три Дано верное числовое равенство Умножьте обе части данного равенства на число 2 Умножаем обе части равенства на 2 Используя распределительное свойство умножения Раскрываем скобки Упрощаем выражение Записываем ответ Задание номер четыре Сложите по члену два верных числовых равенства Складываем левые и правые части отдельно Используем рациональные способы вычисления Записываем ответ Задание номер пять Умножьте по члену два верных числовых равенства Умножаем левые части и правые части отдельно Используем распределительное свойство умножения Раскрываем скобки Упрощаем Записываем ответ Ребята, сегодня вы познакомились с числовыми равенствами Научились определять верные и неверные числовые равенства А также научились использовать свойства верных числовых равенств При выполнении заданий Не забудьте выполнить задание для самостоятельной работы Чтобы закрепить изученный материал на сегодняшнем уроке Для того, чтобы успешно выполнить задание самостоятельной работы Не забывайте использовать дескрипторы Тестовые задания для закрепления навыков использования свойств верных числовых равенств Вы найдете, пройдя по данной ссылке Желаю вам легко справиться с заданиями самостоятельной работы Спасибо за внимание